Материал для видео предоставлен сообществом Скилз. Если хочешь разбираться в хип-хопе, то обязательно подписывайся. Новый и долгожданный трек Эминема. Информация по этому трек улилась из всех источников, ежедневно и бесперебойно. Заголовки так и пестрили. Люди теряют разум при прослушивании No Favors. Эминем зачитал новым флоу. Эминем, Биг Шон, Метро Бумен, Разнесут Детройт. И давайте посмотрим, что же там было на самом деле. Что интересного есть в куплете Маршалла. Это рифмы. Их он делает всегда очень круто, даже на внеальбомных треках. Никакого убийственного флоу тут конечно же нет, да и не предвидится. Дело в том, что на данный момент Эминем вывел для себя рецепт этакой идеальной подачи, которая позволяет ему максимально технично голосить свои рифмы, прикладывая к этому как можно меньше усилий. Но не будем лукавить, рифмует он и впрямь сносно. И вот здесь, как нигде кроме, работа чувствуется. И давайте же разберем этот трек. В куплете No Favors Эминем используют расстановку, именуемую сквозной рифмой. Это особенно заметно по иллюстрации. Все рифмы стоят практически одна под одной, будто протянувшись единой нитью через весь парт. Похожая, но более упрощенная рифмосхема встречается у Оксимирона в первом куплете города под подошвой. На каждой второй доле бита там лежат рифмы из одной и той же группы. На первый взгляд может показаться, что строить схемы на этих сквозных римах куда легче, чем рифмовать, как на каком-нибудь Lose Yourself. Но это не совсем так, и вот почему. Во-первых, Эмма можно назвать однолюбом в плане флоу. Он практически никогда не синкопирует. Поэтому подобная схема это рай для Маршала. Акцентируй рифмы на сильных долях. Между ними ускоряйся, замедляйся и делай все, что вздумается. В этом плане Эмму и вправду легко. Но с другой стороны, для достижения удачной сквозной рифмовки нужно занимать каждую сильную долю бита одним и тем же римом. А вот это уже непросто. Мало того, что нельзя банально оставить долю пустой, как в том же Lose Yourself, так надо еще и сохранить смысл текста. А запас рифм на одинаковые звуки отнюдь не бесконечен. Тут-то Маршалу и пригодился его опыт чтения всех ведомо-неведомых словарей. Сейчас он один из немногих Эмси, которые могут зарифмовать на один и тот же звук хоть целый куплет. Такой опыт не пропьешь и уж точно не продашь за деньги. Над видео работали Тёма Флекс, Илья Майоров. Подписывайтесь на Скилз, подписывайтесь на мой канал, любите рэп и всем удачи!